Ще Бог не любит, а ще краще, не знагадит пергаму. Билых ручками ламаной. Билых ручки 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 ламаной. Продолжение следует... 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 Старается также делать уклон на архитектуре городов. Минутык склонен компрессионизм, особенно видно по воде, в разных тональностях он изображает ее. Рядом работал художник Фассини. Очень удивительный мастер, который имеет два псевдонима, настоящего имени, его неизвестно. Под такими нежными, аккуратными пейзажами он подписывается как Фассини. И вот дальше его работа «Завтрак венецы» называется, таких ярких, очень насыщенных тонап, выполненная. Он подписывается как Шантай Лавилла. Прямо перед вами художник Рафаэль Кончинли, очень известный, талантливый мастер, который работает в технике социализма. Как правило, у него очень такие сюжетные работы. И здесь у нас представлена его серия пляжных работ. Внизу работа художника Ди Джорджо, мастер работы в технике пластицизма. В основном изображает портреты девушек, свои работы трактует как сон. Тяжко реальная фигура находится в центре внимания, все, что вокруг, ну это красная фантазия. Часто в своих работах художник, кроме кисти, использует аэрограф, который нам делает такие вот дорисовки. На этой стороне внизу работа художника Марио Аннелли. Это первая минута знакомства. Видим, что мастер работает в фигуративной технике исполнения, в основном изображает также женщин. Выполняет работы широкими, хаотичными мазками. Как бы незавершенный штрих в его полотнах всегда присутствует. Источник света изображает с помощью белил, с помощью которых точно видно, откуда точно исходит свет. Пойдемте дальше. Вверху работа художника Анрики Варриал. Это еще один представитель Венецианской школы. В основном изображает архитектуру городов и также такие замечательные морские пейзажи. В своих работах делает уклонно-природные явления, как движение облаков, изменение атмосферы с повышением высоты и также зеркальному отражению в воде. Внизу работа уникального художника Чензоаприли. Мастер работает как на холсте, так и на дереве. Старается совмещать по несколько техник. Поставив две его работы, рядом можно даже сказать, что работы написаны разными мастерами, так как он импровизирует буквально на каждом полотне. Работу выполняет на одном дыхании. Также замечательно у этого художника получается изобразить свет, воздух. Очень такие чувственные у него работы. Рядом работа художника Эрнеста Трикани, самый наш пожилой мастер, которому уже 87 лет. Он унес огромный вклад в развитие всего современного искусства Италии. Он является основателем, родоначальником многих школ, также направлений. Также написал книгу о развитии современного искусства Италии. Этот мастер очень много путешествует, и в каждой стране он посвящает серию работ. Данная работа написана после Великой Отечественной войны. Такой вот своеобразный символизм у него выработался под влиянием тех лет. Дальше работа художника Аллучу Аметрана. Замечательный портретист, работает в фигуративной технике, изображает современных линиях, как сам выражается художник. Старается очень аккуратно, детально все прописать. Замечательные девушки, которые всегда находятся у него в довольно-таки откровенных позах. И художник специально затеняет задний фон, чтобы выделить свою модель. Правила работы таких вот золотисто-персиковых тонах на кожу в его модели. Очень аккуратно, детально все прописывает. Ну, дальше работа художника Эрнеста Лучен, то есть еще один мастер, который изображает девушек в довольно-таки своеобразной манере. Широкими, хаотичнообразными мазками выполняет работы. Также очень оригинальная калитра цвета всегда у этого художника. Работа называется «Весна». На этой стене, на обратной стене художник Санзоне, который в основном изображает пейзажи городов. Здесь работа называется «Ночной солерно». Старается выражать такие вот объемные панорамы, куда помещает буквально все. Очень много ярких огоньков, как бы создаётся присутствие источника света извне. Дальше в углу, но молодой художник Джузеппе Горган, это мой-таки молодой мастер, кто всего лишь 33 года, он является последователем своего отца, великого мариниста Андреа Марини. В своих работах молодой Горган в основном изображает побережье родного Амаловка, на котором он ежедневно на планере наблюдает за происходящее, он старается это изображать на своих правах. Следующая работа художника Николая Градьяева, изображение карты мира, мифических образов. Выполнена она графикой на ватными карандашом. На протяжении 10 лет художник самостоятельно занимался мифологией, астрономией, историей. И вот что-то из них говорит художник, пришло одно, и он изобразил такую очень своеобразную работу. Идем дальше. Новый художник Нина Мора, это представитель неаполитанской школы. Замечательно тому мастеру даётся изобразить пейзаж южного побережья, городской сюжет, также тихий и спокойный канал Ильинец. Работу в основном выполняют в пластальных тонах. Также часто свои полотна этот художник не скрывает лаков, поэтому создаётся такая вот особая матовость, нет отблеска. Внизу работа художника Сальвадора Телезе. И целясь к живописи этот мастер проявляет в более зрелом возрасте. В основном на своих полотнах изображают пейзажи горной Италии. Как правило, очень много зелени и разнообразные палитры. Также создаётся особая фактура с помощью объёма, который он создаёт мастихином. Такими широкими носками наносит масло, поэтому это своеобразная техника и манера. На обратной стороне художник Делитис, который выполняет работу только с помощью мастихина, кистью не пользуется вообще, совмещая такой бизнес с импрессионизмом. Довольно-таки яркие, немного даже алюсинные тона использует для своих полотен этот мастер. Но он по-своему уникален. Вверху ещё одна работа Энрике Варриал. Такие вот тихие, спокойные лодки, которые принялись к берегу. Вверху работа Гастона Пейрана. Этому мастеру уже 83 года. Несмотря на свой приклонный возраст, художник продолжает творить. В основном художник поражает своей разноплановостью сюжетов. Может замечательно изобразить сюжет материнства, сюжет детства и тут же изобразить обнажённую зоёжку или сюжет баталии. Художник работает очень жительным, раздавленным маслом, поэтому практически невозможно разглядеть его носков. Даже в некоторых местах нужно разглядеть текстуру полотна. Внизу ещё одна работа Марио Аннелли, задумчивая. Довольно в своих полотнах этот художник часто использует разнообразную палитру. У него жемчужно-розовые, жемчужно-бирюзовые, тут же он использует такие яристо-красные оттенки. Рядом ещё одна замечательная фигурина в исполнении художника Лучо-Обитрана. И следующие работы это художник Андреа Патриси. Отличительная черта их в том, что он свои полотна выполняет только на дереве. Для своих работ художник подбирает очень натуральную палитру. в основном выполняет морские пейзажи, городские сюжеты, также цветы и натюрморты. И поиски такими широкими москами, как правило, полотна наполняют особой энергией, источником света и воздуха. Следующая ещё работа, одна работа Нина Мора, Вик на Визурии, и не у него художник Доми. Продолжение следует...